Исклеймер. Все сказанное на YouTube-канале Гиперборей является личным мнением автора и ведущего Вадима Борейко, а также личным мнением приглашенных спикеров. Общий привет! До стар, с вами я, Вадим Борейко и канал Гиперборей. Сегодня у нас новый гость, американский бизнесмен с казахскими корнями, Тимур Сейтмуратов, он же донор Республиканской партии США. По первому образованию Тимур Борисович журналист, и мы даже с ним работали вместе в двух изданиях. Это студенческий еженедельник «Горизонт Оркен» в конце 80-х, в начале 90-х, где редактором был Алтенбек Сарсенбаев, а затем в первом казахстанском англоязычном журнале «Караван Бизнес Ньюз». Это 92-93 годы. Говорить будем о предстоящих в этом ноябре США президентских выборах. Сейчас начнем, а пока я всем настоятельно рекомендую подписаться на Facebook Тимура Сейтмуратова. Ссылку я оставлю в описании. Здесь вы найдете глубокий анализ не только процессов, происходящих в Америке, но и в Казахстане. Ну и, конечно, не забывайте подписаться на канал Гиперборей. Если вы еще не входите в ряды 647 или уже 8 тысяч наших подписчиков, нажимайте на колокольчик. Будете всегда получать уведомления о каждом нашем новом выпуске. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты. Я всегда благодарен вам за поддержку нашего канала. Кокоп Рахмет, огромное всем спасибо! Мы делаем Гиперборей вместе! Помочь каналу просто через QR-код в углу вашего монитора. А также донаты можно посылать на номер телефона и номера банковских карт Холейк и Каспий Голд. Зарубежные подписчики нас поддерживают по системе переводов PayPal. Все ссылки, номера, реквизиты вы найдете внизу под этим роликом. А мы начинаем! Тимур Борисович, здравствуйте! Добрый день, Вадим Николаевич! Добрый день всей вашей уважаемой аудитории! Цель нашей беседы такая. Вот наши здесь представления об Америке кажутся причудливой смесью наших собственных предрассудков и пропагандистских клише. Для одних они кремлевские, а для других либеральные. Поэтому мне лично интересно послушать понимание процессов, происходящих за океаном, из первых рук или из первых уст от американского гражданина. Каковым вы являетесь? Поскольку то, что происходит в Америке, тем более президентские выборы, это влияет на весь мир. Вот во вторник я смотрел интервью Андрея Иларионова, бывшего советника Путина. Правда, это было очень давно. А ныне, уже многие годы его оппонента, он тоже живет в Америке, и он дал интервью каналу Ходорковский лай, где сказал, сославшись на достоверный по его словам источник, что россиян больше интересуют выборы в США, чем даже война в Украине. А все-таки у меня 28% аудитории это россияне, я думаю, и казахстанцев, коих большинство тоже это интересует. Пожалуйста, сначала, прежде чем приступим, расскажите историю вот этой фотографии, которую я показываю на экране. Где она была снята, когда, и кто это рядом с нашим Тимуром Борисовичем? Ну, это фотография с 45-м президентом США, во время небольшой конференции Республиканского национального комитета, его по-разному еще можно называть, переводят как Национальный комитет Республиканской партии, с сторонниками партии, и обсуждался вопрос, в принципе, это было незадолго до знаменитого покушения на Дональда Трампа, обсуждались пару вопросов, которые должны повлиять на стратегию предвыборной кампании, нынешнего претендента в 47-м и президента теперь уже. Ну и заслушивались мнения разных групп партии республиканской, того, кого надо бы выдвинуть в вице-президент. Потому что вице-президент достаточно серьезная фигура, невезирая на то, что находится в тени главного лица, но тем не менее он может либо дать большой импульс кампании, либо, скажем так, сыграть такой обузой, тормозом для основного кандидата. Поэтому выбор, он очень важный в этом отношении. После этого произошло покушение 13 июля, и вот эта новость при каких обстоятельствах вас застала? И ваши первые мысли? Ну, новость меня застала за ужином с друзьями, причем в штате, от которого сейчас Дональд Трамп выдвигается в президент, это штат Клорида. Все, конечно, были взбудоражены. Но, честно скажу, что первое чувство было, что наверняка ничего серьезного, потому что, ну, бывают такие ощущения, что если это было бы серьезно что-то, хотя серьезность покушения отрицать нельзя, и, наверное, даже это был в определенном смысле такой грех, брать надо, чтобы говорить про это. Но, тем не менее, было ощущение, что, наверное, все обойдется. Потому что, если бы это было очень серьезно, то вот этот всплеск новостей, как это обычно происходит в Америке, буквально через 5 секунд новостные каналы тут же начинают эту новость муссировать. То есть такого накала я бы не ощущал на тот момент. Ну, что, в принципе, потом и подтвердилось, что, несмотря на всю серьезность покушения, Дональд Трамп, слава богу, отделался, в общем-то, царапиной. Ухо, хотя человек погиб, это надо отдать должное и зафиксировать, что, в общем-то, делали этот случай в любом случае трагичным. Ну, это не первое покушение на американского президента, и многие окончились трагически, но все-таки последнее было аж 43 года назад на Рональда Рейгана, поэтому это новости из ряда вон. Ну, я, если можно, уточню по этому вопросу. Вы правильно сказали, что покушений было много в американской истории. Первое из них это было в 1835 году. Так вот я вам скажу, что, в принципе, на каждого президента американского готовились покушения. Весь вопрос профессионализма и работе специальной службы, вы знаете, это так, secret service, да, что-то называется в Америке, который, кстати, вот вчера была отставка главы. То есть конгрессмены надавили на нее, она, в общем-то, подала в отставку. Это проявление профессионализма работы этой службы в том плане, что очень многие покушения не доходят до своей реализации. Так вот я вам скажу, что на самом деле самым таким был нелюбимым с этой точки зрения президентом, на которого готовилось самое большое количество покушений, это официальные данные, кстати, секретной службы, 30 покушений готовились на Билла Клинтона и были пресечены в течение 8 лет его двух конденций. На Барака Обаму готовилось покушение, целый заговор был, были арестованы 4 десантника американских, которые планировали целый переворот. Они потратили по данным FBI, то, что есть, кстати, официальная статистика FBI, они потратили историю FBI, они потратили 8-7 тысяч долларов на закуп оружия, взрывчатых веществ, они планировали целую сеть мероприятий в Вашингтон-Ди-Си с конечным выходом на адрес 1600 Пенсильвания-Авеню, это адрес Белого дома. Ну, это боевые ребята, которые прошли горячие точки, то есть у них была спецподготовка, а вы знаете, что в принципе по методам современного городского боя 4 человека это очень немало. Ну, помните эти события в Алмате даже, когда один неподготовленный человек весь город поставил на уши. Захватив оружие в отделении милиции, да? А это 4 подготовленных парня, увешанных полностью автоматическим оружием, гранатами, они могли натворить очень много людей. Вовремя пресекли, это было на Барака Обама. Так что в этом ряду, скажем так, ничего экстраординарного. Вопрос именно в работе спецслужб и в работе секретной службы, которая допустила это. В совокупности с неумелыми действиями, ну, местечковой вот этой региональной полиции штата Пенсильвана. Ну, кстати, сам Трамп поблагодарил своих охранников, а действительно, а глава секретной службы ушла в отставку. Совершенно верно. Хотя она большой профессионал, у нее большой стаж. 35 лет она отдала службе. Буквально через пару дней в Милоке начался съезд республиканской партии. По-моему, с 15 по 19 июля продлился, да? Поксинально. И вы там были участником, да? Я был по приглашению РНС, это Республиканского национального комитета. Но я не был до конца съезда, потому что у меня были свои дела. Я был в первые дни, и для меня было принципиально важно услышать, кого выдвинет Трамп вице-президентом. А вот на том мероприятии, которое было до покушения, не пришли к окончательному выбору? Нет, выбор делает окончательно кандидат. Это его личное дело, по большому счету. Вы знаете, что и в будущем президент сам принимает решение, кого взять вице-президента, если первый вице-президент уходит. Это после вот этих всех коллизий после убийства Кеннеди и вариантов там с Никсоном, которые были, было принято решение, что вице-президент сам принимает решение по этому поводу, без согласования с Конгрессом. Поэтому у партии и у групп партии есть возможность влиять на это, то есть предлагая кандидатуру и голосуя за кандидатуру, обосновывая, аргументируя плюсы и минусы того или иного кандидата. Но окончательное решение за кандидатом в президент. И Трамп до последнего держал интриги. А скажите, пожалуйста, на что похож съезд партии в Америке? На съезд КПСС? На съезд народных депутатов? Съезд, который мы с вами застали еще, да? Съезд, допустим, Нур-Атана, теперь Аманата, или на деревенский праздник? Ну, я бы сказал, что это ни то, ни другое, это скорее рок-концерт. То есть это скорее рок-концерт с политической подоплекой и на политическом ходе. То есть который вместо, поправьте меня, как это правильно, конферансье, когда на концерте выходит. Здесь между выступлениями рок-звезд все играет наоборот. То есть рок-звездами являются политики. Понятно, что главный кандидат и люди, которые его поддерживают, выходят и высказываются в его поддержку, а это в основном люди узнаваемые, популярные, не только в партии, но и вообще в стране, уважаемые ветераны. Ну и в этом отношении, если можно сказать, КПСС, кто тоже приглашали ветеранов, то в Америке ветераны присутствуют на всех мероприятиях, начиная с хоккейного матча, то есть заканчивая большими политическими собраниями. Ну а в промежутках выступают рок-звезды, которые поют песни, зажигают собравшийся народ. Потом опять выходят настоящие рок-звезды политики. Вот вы мне прислали несколько снимков со съезда, и меня особенно впечатлил один, где там делегаты съезда сидели с такими, с белыми повязками на правом ухе. Это, видимо, в знак солидарности с Трампом, да? Ну, совершенно верно. Меня это тоже привлекло мое внимание. Американцы любят обыгрывать все эти вещи. Вы знаете, Америка для вас недалекая страна в каком-то плане. То есть американцы любят подыгрывать, троллить. Эти вещи были такие, да, в поддержку здесь. Ну и в чем-то элемент троллинга тоже нельзя отрицать. Ну да, тут же появились там всякие визуальные мемы, где Трамп предстал в образе Ван Гуга с отрезанным ухом и так далее. Сразу после покушения у аналитиков была в ходу такая мысль. Стреляли в Трампа, а попали в Байдена. Я бы здесь продолжил и уточнил эту фразу. Но не в демократическую партию. Тимур Борисович, как изменились шансы обеих партий после покушения Трампа и выхода из гонки Байдена в минувшее воскресенье в этой президентской кампании? Ну я думаю, что на самом деле покушение Байдена имеет достаточно второстепенное отношение. Это не причина, почему он снялся с гонки, разумеется, не основная причина. Понятно, для Трампа это был огромный импульс, сразу всплеск популярности, всплеск рыночной активности после хэппи-энда, скажем так. Для республиканцев был общий подъем. Ну и на этом фоне, конечно, поэтому на таком подъеме прошел съезд республиканской партии, на котором до его проведения ожидались определенная полемика и жаркая дискуссия. Потому что, ну вы знаете, что после выборов 20-го года в республиканской партии было все не слава богу, потому что были разные мнения, и против Дональда Трампа была внутрипартийная серьезная оппозиция. И вот это покушение, оно придало как бы такой вот мощный толчок. И в этом плане, вот в этом плане, может быть, съезд напоминал съезд КПСС. В том плане, что было полное единение партии, это было прежде всего важно для самой партии. Мне кажется, это был очень внутренний продукт, получился, но который важен для республиканцев перед выборами, которые произойдут менее чем через 4 месяца. И вот, кстати, последние полы показывают, что вот этот вот толчок объединения внутри партии, он дает эффект сейчас на общую избирательную кампанию. То есть по последним полам свыше 90% республиканцев, они разные, то есть республиканская партия объединяет очень разные фракции, где люди, ну, совпадают по определенным ценностям, но могут на разные вещи смотреть очень диаметрально противоположно. Ну вот общая республиканская партия сейчас, она объединена, и полы показывают, что свыше 90%, чуть ли не 95% республиканцев придут на избирательные участки. У демократов по текущим полам голосовать собираются чуть более 80%. То есть разрыв там 15% для посещения избирательных участков может быть очень принципиальным на выборах. Я бы вот что еще отметил. Мы знаем, что последние годы, может быть, лет 10 в Америке угроза раскола, если уже не раскол, да, в обществе. И вот после этого покушения Трамп, он, во-первых, переписал речь свою на съезде, она была направлена сначала против Байдена, а потом стала такой объединительной, причем не только для партий, а для всего общества. Он говорил что-то вроде завоевать половину голосов, это не означает победы. То есть объединительная по отношению ко всей стране. И вот в связи с этим вопрос у меня. Я же давно читаю ваш Facebook, больше, наверное, 10 лет. В чем изменился, а в чем остался прежним Трамп по сравнению с той предвыборной кампанией и со своей первой каденцией от 17-го, 21-го года, если не ошибаюсь? Вадим Ильич, во-первых, вот про раскол Америки. Я бы так, знаете, не позиционировал происходящие эти процессы, которые существуют в Америке. Потому что, если так говорить, то раскол в Америке существует давным-давно. Если подходить с точки зрения неамериканцев. Для американцев это привычное состояние. Полемики, дискуссии, противодействие разных идей друг к другу. Я просто для примера скажу, что, допустим, в 2011 году, это первая каденция Барака Обамы, более 69% американцев сказали, что общество максимально поляризировано по оценке важных вещей для Америки и по оценке ценностей, которые существуют для одной группы и для другой. Ну, левый и правый, республиканский демократ. В 2014 году Pew Research тоже показал, что 90% республиканцев идут вправо, а порядка 95% демократов идут влево. То есть раскол очень сильный. Вместо вот этой центристской позиции, которая раньше всегда была, ну, которой стремились две партии, центристы, то есть начиная там, если брать пример Рейгана, там, его времен, то две партии были более близки по разным позициям, чем вот они там, это происходило уже там в 2010, это ближайший период, а если брать там дальше, то всегда была поляризация мнений по Америки. Но это бог с ним. Как изменился Трамп? Ну, Трамп, скажем так, его примирительная речь, она же была не первая вот за эту неделю. И первую примирительную речь сказал Байден в воскресенье вечером после покушения на Трампа, что ему огромный плюс в его политическую карму. Кстати, многие отметили, что для Байдена это была, в общем-то, его привычная речь, которую он умел говорить на протяжении 52-х лет своей политической карьеры. Все как раз таки не узнавали Байдена, когда он вот 4 года своего президентства позволял себе прямые вот такие жесткие выпады, ну, против половины Америки, да, потому что половина Америки все-таки поддерживала Дональда Трампа. 74 миллиона избирателей проголосовали за Трампа в 2020 году. Это практически половина активных избирателей американских. А Джо Байден на протяжении 4-х лет, вот, поддавшись, скажем так, молодому леворадикальному крылу своей партии, позволял против этих избирателей, ну, нелицеприятные выпады, которые не совсем соответствуют президенту всех американцев, как он себя позиционировал в 2020 году, идя на выборы. Он позволял себе такие даже фразы, которые, если честно, я привык слышать там от их авторитарных правителей, например, от Владимира Путина. Для Владимира Путина сегодня люди, которые не разделяют его позицию, насколько я знаю, в российской прессе, это национал предателей. Он, по-моему, эту прям эту фразу использовал в открытую. Так вот, Джо Байден ровно такую же фразу использовал против своих же американцев. Он людей, которые не поддерживают его, поддерживают Трампа, которого он характеризовал как угрозу демократии, он их назвал национал-предателем. Ну, в Америке это звучит еще вторая фраза, если это внутренние террористы, да? Что для людей, которые... А вы знаете, что электорат Трампа, это в массе своей, ну, половина точной, это людей, которые воевали в горячих точках, которые имеют правительственные награды, военные награды, которые имеют ранения. Многие из них сейчас служат в полиции в разных штатах. То есть это люди, которые как раз-таки защищают американский флаг. Они за американский флаг реально жизнь отдадут. Это причем не фигура речи. Это такие патриоты, настоящие американские патриоты. И называть их национал-предателями, для них это, значит, это даже больше оскорбление, чем в 16-м году Хиллари Клинтон назвала этих людей. Она же называет deplorables, да? Это в такой самой жесткой русской коннотации, в переводе это, можно сказать, как-то отброс общества. В диапазоне перевода, который можно там в русском языке найти. Так это там прискорбные, унылые, да, или там печальные, но по большому счету ее коннотации в политическое, это было как отбросы общества. Потому что еще учитывать там еще, как ее муж потом добавил, этих же людей назвал. Не буду называть это слово. Поэтому для людей это было большое оскорбление. И то, что Байден в воскресенье поменял свою риторику, он сказал, что он обращается ко всем американцам, и что мы должны в эти дни обвиниться. Пришло время положить конец вот этим распорям, сделать шаг назад, протянуть руку друг другу на встречу, друг другу там разным сторонам. Это, в общем-то, и Трамп продолжил эту тематику, что в прошлую неделю сделало такой наполненный духоподъемным ощущением, потому что Америка готова к какому-то шагу навстречу друг другу. Это было очень позитивное и такое духоподъемное ощущение. Ну, а до покушения разве он не был более, что ли, умиротворен по сравнению с самим собой восьмлетней давности? Потому что, ну, откровенно-то говоря, его образ во всем мире, он демонизирован, а слово «трампист» считается ругательством. Ну, это вопрос ко всему миру. Это вопрос как раз-таки то, что вы сказали, что там для россиян выборы важнее, чем война в Украине, чем их собственные выборы. И что иногда показывает, что и не только для россиян. Что на самом деле очень странно. Мне как-то, да, вот один человек из Астаны, прилетевший, это тогда еще было, когда там первые выборы были. Я на мой вопрос, я извиняюсь, почему так это вас волнует, вот, ну, помимо, вместо своей политической, внутренней политической, потому что американцев больше всего волнуют внутренние новости. Международные дела их волнуют постольку-поскольку. Американцы, американец свой день, начиная с того, что интересуется то, что происходит у него на районе, потом в городе, потом в штате, только потом в стране, и только потом за пределами страны. У нас это, по-моему, все в наших там, палестинах постсоветских, это все ровно наоборот. Мы все просыпаемся и думаем, как же там Гондурас, да, с советских времен. А ты его не чеши, говорили, да, в советское время. Так вот, Дональд Трамп в этом отношении, в восприятии там, то, что трампист плохо, для американцев еще раз, для половины Америки трамписты это как раз-таки позитивная оценка. Трамписты это равно, ну, я не знаю, как в Казахстане, по-моему, существует термин национал-патриот. Это же не... Мы, понятно, что пытаются этот термин использовать всегда в такой негативной коннотации, там, нацпаты, нацпаты. Но если вдуматься, национал-патриот это прежде всего человек, который думает прежде всего о своей стране. Ну, а для чего избирается политик? Тот же, любой политик. Он же избирается для того, чтобы сделать, улучшить жизнь своих избирателей. Ну, так же это придумано, по идее. И только потом думать о том, как есть ли жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе. Люди избирают политика, нанимают... Политик это наемный менеджер, понимание американцев. Политик нанимается для того, чтобы выполнить свои обещания. За это люди и голосуют за него. А наобещать одно, а на деле сделать совсем другое, это, в общем-то, такая политика двойных стандартов, то, что называется, и, в общем-то, называется политическим обманом, который обслуживает... Я вам дам ответ, наверное, почему из Казахстана так пристрастно наблюдают за электоральной кампанией в Штатах. По той же самой причине, почему в том числе американцы следили за делом Бешимбаева. Потому что только на моем канале было где-то из Штатов до двух миллионов просмотров за все это разбирательство. Это сериал нон-фикшн, реальный, Нетфликс. Так вы не ответили на вопрос все-таки по вашим наблюдениям. Есть ли какая-то эволюция Трампа как политика за минувшие восемь лет? Эволюция, безусловно, есть, но, знаете, она не такая радикальная, что ли, как кажется вам, допустим, потому что кто-то ловит речи Трампа, когда он поносил условно к Хиллари Клинтон в первую предвыборную кампанию 16-го года. Ну, она ему отвечала взаимностью, конечно. И там речь вот на съезде примирительна. Ну да, это две большие разницы, как говорят, в Одессе. Но кто знал Трампа в повседневной жизни, то есть вот эти четыре года, я скажу так, что внешняя картинка Трампа, она совершенно не соответствует оборотной стороне, то есть его в реальной жизни, когда человек находится. Я бы не сказал, что он сильно изменился, потому что как позиционируют Трампа, как его преподносят, что это самодур, непредсказуемый, нарцисс. Элементы этого, возможно, есть, но они, наверное, есть у каждого человека. Светлая и темная сторона. Но то, что он самодур и непредсказуемый, я вот с этим был не согласен еще в 16-м году и спорил насчет этого с многим. Потому что я знаю, как принимаются решения. Видел, как они принимаются. То есть прежде, чем принимался какой-то указ, я уже не говорю про закон, который шел в Конгресс, для утверждения в Конгрессе, была многомиллионная рассылка вопросов от РНС всем болеющим за республиканскую партию, зарегистрированным республиканским избирателям, как видит решение того или иного вопроса общество. И только на основании сбора этих данных принимались те или иные решения. Поэтому с этой точки зрения, я считаю, что Трамп, как вот именно в позиционировании, что он самодур, непредсказуемый, это не соответствует просто реальности, никогда не соответствовал. Вы не раз публиковали скриншоты вот таких рассылок. Много лет назад я помню прекрасно. И я думаю, для нашего руководства это замечательный кейс такой из серии «Как принимаются решения». Потому что как у нас принимаются решения, это ну ладно, не будем о грустном. Расскажите, пожалуйста, кто такой Диджей Вэнс, которого Трамп выбрал на роль кандидата в вице-президенты. И зачем его там пригласил? Буду откровенным, Диджей Вэнс, начну с личного. Диджей Вэнс, это мое глубокое разочарование. Не как Диджей Вэнс, а как выбор Трампа. Потому что я считал, я в общем-то поддерживал то мнение внутри республиканцев, что Трамп вице-президентом должен взять, конечно, кого-то другого. Ну, скажем так, не кого-то другого, а конкретно хотя бы Ники Хэлли, что было бы справедливо, потому что, вы знаете, Ники Хэлли, она была последней, кто боролся с Трампом внутри партии, который бросал ему вызов. Она победила его на праймерис в округе Колумбия? Да, ну, в округе Колумбия это не так удивительно, потому что Колумбия это очень либеральный округ. То есть, это ничего такого удивительного. Но она проиграла при этом в своем же родном стате, губернатором которого она была на протяжении многих лет. То есть, две каденции губернаторства она прошла в Южной Каролине, сделала из штата, в общем-то, конфетку из такого отсталого аграрного штата она его вывела в одни из самых промышленно развитых, экономически привлекательных. Тем не менее, она проиграла праймерис республиканский в Южной Каролине, после чего она снялась с гонки. Но она, как стойкий солдат, прошла до последнего, потому что, ну, мужики республиканские, они же снялись гораздо раньше, соскочили, чтобы не портить свое реноме, свой имидж перед республиканской аудиторией. Тот же Рон де Сантис, на которого были большие ставки, Надежды, как молодой перспективный губернатор, успешный губернатор Флориды, который тоже сделал штат одним из самых процветающих в стране. Ну, и другие кандидатуры, на которых возлагались Надежды. В общем, в этом контексте считалось, что Трамп должен взять кого-то из них. Он не мог взять Десантиса, потому что они из одного штата. По закону президент и вице-президент должны быть из разных штатов. Но он мог взять Ники Хелли, он мог взять Тима Скотта из той же Южной Каролины, сенатора, представителя афроамериканской общины. И с точки зрения республиканской стратегии, общей, предвыборной стратегии, это было бы, на мой взгляд, гораздо более разумный шаг. Потому что Бенц при всех плюсах своей кандидатуры, при всем уважении, которое у него есть, и авторитет он завоевывает, как молодой сенатор, 39 лет, но он завоевывает авторитет сейчас партии. Тем не менее, с точки зрения стратегии выборов, ну он Трампу не дает ничего нового. Я здесь поддержу, кстати, Джо Байдена, который на вопрос, что вы думаете про Венса и Трампа, он же сказал, а я, говорит, их не различаю, это клоны друг друга. Ну, по большому счету, наверное, оно так и есть, потому что Венс дает Трампу тот же электорат, который у него всегда был. Это трудовой народ ржавого пояса, вот американского так называемого, вы знаете, это там закрытые заводы, откуда Глодом, Монахайя, штат Охайя, штат Мичиган. Эти люди, они у Трампа и так есть. А Америка, она же давно совсем другая. Америка, в Америке сегодня 37, от 37 по разным подсчетам до 42 процентов это уже люди разных этнических меньшинств. Начиная от латино, понятно, включая про американцев, ну, амиазиаты и кто угодно. И вот эту аудиторию, чтобы привлечь, нужен человек, который, ну, хотя бы как-то понимает эту аудиторию, точнее, отражает ее, представляет ее в общем спектре политической жизни американской. Ники Хелли была бы идеальным кандидатом с этой точки зрения, но поскольку у нее всегда было свое мнение, она, кстати, когда шла, Трамп ее пригласил после победы в 16-м году, он же пригласил ее к себе в администрацию работу, она пошла, она была представителем на США волн. Последом, да? Да, и она, мы тогда, кстати, снестря, она говорила, она рассказывала, как она дала согласие работать на администрацию Трампа, у нее было одно из основных условий, которые она поставила, что она, во-первых, контактирует с ним напрямую, вне всяких посредников, включая даже госсекретаря, которому она, по идее, должна подчиняться, и она может беспокоить его и звонить ему в любое время дня и суток. Да, дня и суток. Дня и ночи, да. Дня и ночи, окей. Ну что, Трамп сказал, именно поэтому я тебя и выбрал. Мне нужны именно такие люди, которые не ждут в приемной и не лизоблюдствуют, а заходят, открыв дверь, условно говоря, ногой и озвучивают все так, как оно есть на самом деле, ставят проблему ребром. Вот Ники Хелли с этой точки зрения была бы идеальной вице-президентной. Вот тут, по-моему, Джо Байден в точку попал, и у меня родилась такая версия, точнее, такое сравнение, что вот Вэнс при Трампе играет такую же роль, какую играет сегодняшний Дмитрий Медведев при Владимире Путине. То есть, это Трамп крайний, радикальный и может себе позволить высказать то, что не может себе позволить босс. Вам эта версия кажется справедливой, корректной или, может быть, наивной? Нет, что-то в ней есть, безусловно, потому что, ну, Вэнс, я не думаю, что Вэнс уже в должности вице-президента будет позволять себе такие вещи, которые он позволял, будучи сенатором, потому что это все-таки разные уже категории ответственности за свои слова, скажем так. Но в чем-то, да, Вэнс, он такое продолжение Трампа. Я думаю, здесь даже больше в том плане, что Трамп четко осознает свой возраст, в отличие от Джо Байдена, который оптимист в этом плане. Трамп в этом плане реалист. Он понимает свой возраст, и я думаю, это такой некий уже приемник. Именно если мы берем сегодняшний республиканизм в Америке, который имеет часть, отражает часть трампизма, то вот именно как трампизм, как явление политическое внутри республиканской партии, то Вэнс это так молодой приемник Трампа, чтобы движение не сошло на нет, потому что больше ста лет назад, это, кстати, вот текущие события в США очень напоминают столетний период, тысяча там, начало 20 века, когда шла внутри республиканской партии, шла определенная борьба между Русвельтом и Тафтом, Тедди Рузвельтом, не Теренклином, а Теодором Рузвельтом. И тогда же республиканская партия была, произошел раскол в республиканской партии, она раскололась на две, остались республиканцы с Тафтом, а почти половина, даже чуть больше половины республиканцев ушли с Теодором Рузвельтом и создали так называемую прогрессивную партию, которая, к сожалению, после смерти Теодора Рузвельта, она сошла на нет. И остатки влились обратно в республиканскую. Так вот, я думаю, Трамп, он пытается избежать подобного положения вещей. Ну и, во всякий случай, страхуется именно в виде Бенса, чтобы трампизм, как политическое течение, как в свое время Теодора Рузвельта, чтобы он не сошел на нет с его уходом. Неважно, там, биологическим или политическим, как угодно. Теперь к демократам. Кто такая Камала Харрис, которую Джо Байден предложил в качестве своей преемницы на роль президента? Камала Харрис, как любой человек, без стороны одной медали. Есть светлая сторона, есть не очень светлая сторона. Понятно, что первая женщина – вице-президент, одна из первых женщин, там, прокуроров большого штата, сенатор, которых немного среди женщин есть, но не так много. Ну, то есть, в этом плане, это успешный, достаточно молодой политик для американской политической сцены. А с точки зрения, опять же, общей партийной стратегии, ну, это, конечно, тоже не лучший выбор у демократов, который вообще может быть, потому что Камала Харрис в двадцатом году, выслушайте, это же показатель, в двадцатом году на внутренней партийной гонке внутри демократической партии, но она выбыла, даже не дойдя до праймерис, она вылетела из гонки с там 2-2.4 процента, что у нее был рейтинг. Ну, то есть, это чуть-чуть не дотягивает до плинкуса. И представляете, человек с таким рейтингом внутри демократической партии, я подчеркиваю, он сейчас претендует на пост президента всей страны. Ну, с точки зрения раскладов, знаете, политической математики, это такой нонсенс. Понятно, что Камала Харрис наиболее удобный на данный момент, на текущий момент, потому что времени до выборов остается всего ничего, и она такой самый оптимальный выбор для демократа, потому что она вице-президент, потому что она идет в спайке с Байденом. Компания же называется не просто президентом, а Байден-президентом. Это называется Байден-Харрис, президентом. Соответственно, Байден выбивает, техническая сторона вопроса очень важна. Камала Харрис имеет доступ к деньгам, которые есть на счете компании, потому что в случае, если бы они бывали оба, то это целая история с учетом американской финансовой системы, которая там, налоговой системы. Это целая история, что эти деньги надо вернуть обратно донорам. Потом эти доноры должны обратно их там перечислить в компанию. Ну, то есть это потеря времени, которого демократов просто нет. Поэтому стратегия демократа видится следующим образом. Мы сейчас ставим, делаем все ставки на Харрис, вливаем максимально наши ресурсы, которые у нас есть, и все фонды подтягиваем под нее. Но настоящий выбор будет происходить, опять же, между вице-президентом, которого выберет Камала Харрис, и Дональдом Трампом в его связке с Венсом. Вот кого демократическая партия сейчас поставит, точнее, кого формально, официально выберет Камала Харрис вице-президентом, будет очень много зависеть. И вот после этого тогда, кстати, лично я буду делать ставки, кто в этих выборах победит. Сейчас мы к фигуре возможного вице-президента вернемся. Тимур Борисович, поясните, вот вы сказали сейчас, мы подтягиваем фонды, это как бы от имени демократов вы говорили, да? Да, разумеется, конечно, от имени демократов. Вот вице-президент в США, это такой некий господин Никто, да, отличается своей неизвестностью, но разной степени неизвестность. Все-таки мы какие-то фамилии помним, Альбер Гор, и сам Байден был долго вице-президентом, Дик Ченни и так далее. Но чаще всего мало известно, чем они прославились, какие дела за ними стоят. Я вот порылся, и единственное дело, которое Байден за эти три с половиной года поручал Камаре Харрис, это южная граница. Не только? Вот я это прочитал, и, значит, она ездила в Гватемалу, уговаривала там жителей, не надо к нам ехать, но за эти три с половиной года через эту границу просочилось 11 с половиной миллионов мигрантов. Скажите, а вот она же не прошла процедуру праймерис, то есть фактически ее назначают кандидатом в президенты, как 25 лет назад Ельцин назначил своим преемником Путина, да? А может так случиться, что съезд демократической партии не утвердит ее кандидатуру? Вполне может случиться, но на данный момент официально заявлено, что у нее уже есть достаточное количество делегатов. Там у демократов, по-моему, достаточно 1980 делегатов, у нее в копилке вроде бы уже 2540, ну или что-то в этом духе. То есть у нее слегка хватает делегатов, но это пока на словах заявлено, вербальное обещание. В Америке это, конечно, очень важно, потому что за вербальное обещание тоже приходится отвечать, причем иногда даже юридически. То есть то, что у нас в 90-х называлось «За базар ответишь», в Америке это очень принято. Но здесь никто не обязывает делегата, который на словах пообещал, что он, Захарис, будет голосовать, никто его не обязывает голосовать за нее, если демократы устроят открытый выбор, о чем разговоров сегодня все меньше и меньше. Более того, они же хотят, у них же съезд начинается в Чикаго 19 августа официально, но они хотят процедуру ее выдвижения провести уже 7 августа, как это любят демократы, электронным голосованием по почте, либо по почте, либо электронным голосованием. То есть они уже хотят 19 августа к съезду подойти уже с оформленной командой новой и не тратить время на внутренние разборки, то, что называется. Поэтому в этом отношении, мне кажется, кандидатура принята. Демократы приняли свое решение, они тактически поняли, как они будут двигаться. То есть, как я сказал, все ставки на Камалу Харис, но укрепляем ее максимально сильным вице-президентом. И потом топим за общую команду. А кто может стать кандидатом в вице-президенте, кроме Мишель Обамы, согласие которой на сих пор, насколько я знаю, никто не слышал? Шорт-лист широкий, невзирая на взаимоисключающие, это являетесь за тавтологию в этом плане. Официально называется семь человек, это шесть губернаторов вот этих штатов. Причем там интересно, там четыре ключевых штата, три даже ключевых всего-навсего, которые качающиеся штаты. Тут Мишиган, тот же там, Висконсенс. И при этом трое губернаторов, это реально синих штатов, которые даже вопросов не возникало, что они могут проголосовать за республиканцев. Зачем мне опять же такой вице-президент, который по сути ничего и не добавляет? Ну там, к примеру, один из самых ключевых, говорят, что может быть, это вот губернатор Иллинойса. Ну Иллинойс это такой радикально синий штат, то есть демократический штат. Там никогда не будет вопросов. Причем интересно, что демократы проводят даже в Чикаго этот съезд, почему я все равно версию Мишеля Обамы не сбрасывал бы со счетов. Потому что Чикаго это город Барака Обамы. Мишель Обама родилась в Чикаго, Барак Обама начал политическую карьеру в Чикаго. А то есть, что она станет кандидатом в президенты, да? Я все-таки не встречал бы. Вот доводилось слышать такое мнение, что пара Трамп-Вэнс – это двойной минус, поскольку оба мужчины и оба белые. А возможная пара Харрис и Мишель Обама – это двойной плюс. Обе женщины и обе не белые. Тимур Борисович, насколько соображения политкорректности в этом случае могут оказаться критичными при выборе? На мой взгляд, очень могут. И на мой взгляд, вот именно если демократы усилят Камалу Харрис и Мишель Обамы, невзирая на то, что Мишель Обама – это есть отражение фразы, которая приписывается Владимиру Ильичу Ленину, хотя он ее вроде как не говорил, там она немного по-другому звучит в оригинале, но то, что каждая кухарка должна уметь управлять государством. Вот Мишель Обама – это такое прямое отражение, потому что человек никогда не занимался сам политикой, даже в бизнесе-то не работал, она в молодости поработала в юридической компании, а потом она была верной соратницей и супругой Барака Обамы, как Надежда Крупская. Да, предавающая Крупская. Извиняюсь, у меня такие постсоветские аналогии, да, но это очень похоже порой у нас бывает в Америке, такие вещи. Но, тем не менее, у нее большой авторитет. Ну, вот у Мишели Обамы, она как, находясь рядом с Бараком Обамой, она уже к концу его второй каденции позволяла себе такие заявления, которые, честно говоря, даже Хилари Клинтон, имеющая колоссальный политический вес, причем не только в демократической партии, да, но и на международной, согласитесь, такая Хилари Клинтон известная, мадам. Но даже при этом Мишель Обама для вас она предпочтительнее, чем Камала Харрис? Не для меня. Не для меня. Я думаю, с точки зрения победы демократов. Я здесь оцениваю объективно, с точки зрения, как наблюдатель, допустим. Для меня это не предпочтительнее. Но было бы предпочтительнее в каком плане? Что снимался бы тогда вопрос самой Камалы Харрис, и понятно, что это была бы уже чуть ли не официальная третья каденция Барака Обамы, понятно, что управлял бы страной Барака Обамы, поклонником которого я не являюсь. К сожалению или не к сожалению, тем не менее, у меня свои оценки его президентства, и они там больше минусов, на мой взгляд, чем было плюсов для Америки. Но, по крайней мере, это снимало бы двусмысленность. Это было бы понятно, каким курсом пойдет страна. Тимур Борисович, а насколько в американском обществе силен запрос на президента женщину? И вообще, есть ли такой запрос? Запрос, безусловно, есть. Я не думаю, что здесь все-таки важно подчеркнуть. В определенных группах этот запрос зашкаливает. Потому что, ну вы знаете, в общем-то, родина мирового феминизма – это США. Движение супражисток еще 19 века. Вообще США, кстати, вот многие вот эти советские праздники, они же происходят из Америки. Первое мая, восьмое марта – это же все американские праздники. Поэтому запрос вот у этой группы, у активных феминисток, которые, вы знаете, ну феминизм сейчас тоже такой. Как и трампизм шагает по планете. Поэтому в этой группе запрос, он очень высокий. Градус запроса больше 100%, я бы сказал так. Но в массе для Америки, конечно, я еще раз подчеркиваю, среднестатистический американец, здравомыслящий, которых в США все достаточное количество, больше, я бы сказал так, людей такого плана. Отношение к политику, ну, не хочу такое сравнение, но тем не менее позволю его себе. Ну как к унитазу. Ну, унитаз – это, у него есть конкретная функция, да? Так вот, к политику такое же отношение, он должен выполнять свою функцию. Политик – это не бог, не царь, не герой. Это просто менеджер. Это нанятый менеджер, который должен исполнять заказ избирателя. Так, с этим сравнением, извините, уважаемые зрители, я разберусь. Унитаз исполняет функцию смыва продуктов метаболизма. А политик что смывает? А политик должен смывать все негативное из жизни своих избирателей. И дарить ему течение счастья и легкости. Тимур Борисович, давайте сравним позиции кандидатов в президенты и вице-президенты по отношению к такому важному вопросу, как война в Украине. Вот, допустим, Трамп сказал, когда стану президентом, закончу войну в один день. А я запомнил, я тогда, начитавшись ваших постов, на какое-то время стал сам тайным трампистом. Потом, после Кантара, который Трамп устроил в Вашингтоне у себя, я вспомнил, что у меня нет политических предпочтений, дрифанул к нейтралу. Но я запомнил, что Трамп, вы правы, он последовательный. Он, когда стал президентом, он начал выполнять свои обещания. Совершенно верно. У меня есть, можно я скажу, у меня есть блокнот. Я же все-таки 20 лет, больше 20 лет проработал в бизнесе, который связан с конкретным производством, с реальным производством. Так там на слова не верит никто, там надо слова подтверждать делами. У меня такое же отношение к политике было и здесь, сразу же. То, что вот Трамп говорил, говорил, я все записывал, то, что он обещал. А потом я методично сверял, что он выполнил, что не выполнил. У меня есть список, что он выполнил, но есть список, что он не выполнил. Но он больше выполнил, чем не выполнил. Некоторые вообще ничего не выполняют. Совершенно верно. Хотя бы часть выполнения тоже считается. Так вот, как вот это обещание может быть имплементировано, выполнено? Вадим Игоревич, мне кажется, тут забегая вперед, надо сразу сказать. Я уже это озвучивал и на фейсбуке у себя, и в других интервью, что радикально ничем позиция демократической администрации и возможной будущей республиканской администрации в контексте с планом Трампа, который, кстати, он сам не озвучил, это озвучили его помощники со ссылкой на него и сказали, что он президент его принял к свете. Трамп пока сам еще ничего конкретно не озвучил. Но вот радикальное отношение к Украине, что у демократической администрации, что у республиканской, оно не будет ничем отличаться по сути своей, оно отличается только по форме. Потому что я настаивал еще два года назад, как только эта война началась, я написал на эту тему много заметок, что позиция демократической администрации заключается в том, чтобы привести Украину к пониманию неизбежности так называемого корейского варианта остановки войны. Корейский вариант вы помните. Пришел Эйзенхауэр после Трумэна, который никак не мог принять конкретного решения. При этом Трумэн склонялся к применению ядерного оружия по предложению генерала Макартура, к применению ядерного оружия. Когда за северных корейцев пошел воевать Китай, направил 100-тысячный контингент, в Америке на столе лежал план применения ядерного оружия. Пришел Эйзенхауэр, который сказал, послушай генералов и сделай наоборот, который сам был пятизвездочным генералом, вы знаете, пятизвездным генералом, героем Второй мировой. Эйзенхауэр волевым решением эту войну остановил, потому что южные корейцы собирались, как и украинцы еще год назад, воевать до победного конца. Но всем было понятно, что это путь в никуда, а возможно такой эскалации, что никому и не пожелаешь. А это всего-навсего после Второй мировой 8 лет прошло. Поэтому повторения никто не хотел. Так вот в этой ситуации, в текущей украинской ситуации, демократическая администрация, я, ну хотите, пари могу заключить. Вот останется команда Харрис Байден, условно, выпадает Байден, придет другой вице-президент, будет команда Харрис. Так вот я вам серьезно говорю, что война закончится корейским вариантом, условно корейским вариантом. То есть по линии соприкосновений, допустим, или там по Днепру, вот по этим, по захваченным областям? Совершенно верно. Я просто напомню, чтобы, ну, для вашей аудитории, если кто не следит за событиями, более внимательно, в таком плане, что еще 2 июня 2022 года, через 3 месяца после начала вторжения, очень авторитетный человек в демократических кругах, я подчеркиваю, в демократических кругах, это рупор демократической партии. Дэвид Игнатьюс, международный обозреватель, Вашингтон-Пост. К словам этого человека не просто прислушивается, по сути, человек озвучивает решения администрации, ну, просто для общественного поля через газетные полосы. Этот человек имеет доступ, потому что он сын адмирала, он давно имеет так называемый background check, это доступ к разведсообществу, он имеет доступ к закулисным решениям высших сферах демократической партии и политического Вашингтона. Поэтому, когда он пишет, он не просто пишет, это не просто размышления на тему, да, это всегда достаточно выверенные такие вбросы, сливы, как их называют, которые влияют на формирование общественного мнения. Так вот, еще 2 июня 2021 года он написал статью большую, что, скорее всего, у нас не будет выхода, как прийти к корейскому варианту, что в этом нет никакой трагедии, потому что, когда произошел, произошел, Эйзенхауэр поставил точку в корейской войне, южные корейцы сочли это предательством Америки, а многие в Америке сочли как поражение. Но на самом деле это все привело к тому, что сегодня Южная Корея это процветающая страна политического Запада, это экономически развитая страна, это технологически развитая страна, и которая, конечно же, как американское выражение, любимое, кстати, Барака Обамы, «сияющий град на холме» в сравнении с Северной Кореей. Согласитесь? У меня ряд замечаний по этому поводу. И вот свою позицию, кстати, кандидат в вице-президенты Ди Джей Уэнс по Украине озвучил, по-моему, в апреле, когда выступал в Сенате. Речь была крайне радикальная. И вот российский историк Марк Солонин, ныне живущий в Израиле, он расценил ее не как изоляционистскую, а как капитулянскую, тем, что Штаты капитулируют перед Путиным. И вот в этом варианте, что я вижу, зачеркивается международное право и нерушимость границ, которые это международное право ранее обеспечивали. Плюс еще, вы же помните, Тимур Борисович, Бреттон-Вудские соглашения 1944 года, когда доллар стал мировым финансовым эквивалентом, 35 долларов, одна троицкая унция золота. И параллельно была же политическая часть итогов этой конференции, когда крупные державы возложили на Штаты роль, то, что у нас называлось мирового жандарма, а если убрать негативную коннотацию, это полицейского, который следит в мире за порядком. То есть, и прижимает к ногтю всяческие тоталитарные самосбродные режимы. То есть, Америка окончательно сняла с себя вот эту роль? Давайте начнем с того, что я возвращаю вас к корейскому вопросу. Если бы не было прецедентов, то тогда можно было бы рассуждать, что Америка не выполняет какие-то свои обещания, или возложенная на нее роль, уже была Корея. Есть прецедент, есть сценарий. Это первое. Второе, есть Кипр, кстати. Кипр. Мы все забываем, да, почему-то, что тоже вот Турция, Греция, территория. Ну, произошел раздел, с двух сторон стоят гарантии, то есть, две военные базы, там британская, здесь турецкая. Ну, и люди живут, не гибнут, города не разрушаются. Это первое. Второе. То, что там мир возложил на Америку в 44-м году, ну, сколько воды утекло. И понятно, что после развала Советского Союза роль Америки как мирового шерифа, глобального шерифа, она была достаточно активна. Кстати, идея отказа от доктрины Монро принадлежала именно Теодору Рузвельту, и ему принадлежит фраза политика большой дубины и мировой полицейский. Это его фраза, которую он предложил для активизации Америки на внешнем поляне, то, что называется, на внешнем периметре. Так вот, Америка, понятно, 30 лет после развала Советского Союза Америка была супердержавой, единственной, то, что называется, вот любят русских СМИ, называется «однополярный мир». Но я вот подчеркну, что уже в начале 2000-х лучшие умы внешнеполитической мысли американской, начиная с Бзижинского, которому, кстати, на постсоветском пространстве постоянно пытаются присвоить роль чуть не единоличного врага Советского Союза, который развалил Советский Союз, чуть ли не своими личными усилиями, насчет чего он, кстати, смеялся всегда и говорил, где мне за это, значит, золотая медаль, пурпурное сердце, мне, говорит, никто не оценил в Америке мои усилия по развалу Советского Союза, что на то пошло. Более того, ты скажешь, что Америка была против развала Советского Союза, но это отдельная тема. Так вот, кстати, вы послушайте интервью господина Зеленского, которое он дал Франс Пресс вначале, и слушали, не слушали, я не знаю, читали, не читали. Ну там же Зеленский, он озвучил же, достаточно открыто он сказал, что у нас с Западом разное понимание победы. Для нас победа, это справедливая победа, это выход на границы 91-го года, возврат Крыма, прочие все эти вещи. А для Запада, говорит, нет, для Запада уже сегодня есть победа, для них окончание войны и есть справедливая победа. Я объясню, почему. Для Америки уже сегодня совершенно очевидно, что Россия проиграла. В чем это заключается, в понимании этой победы по американскому сценарию? Ну первое, во-первых, не дали Украину съесть полностью. Это первое. Ну, вторжение с девяти направлений, да, согласитесь, это была серьезная заявка на полную оккупацию Украины. Насколько мы знаем, шли танковые колонны из России, внутри танков, у офицеров были парадные, парадная форма, то есть они 9 мая хотели бы устроить парад на Хрещате. Это было бы полное уничтожение государственной Украины. Так вот, сегодня всем понятно и очевидно, что полного уничтожения государственности украинской не будет. Запад не позволит этого. И я думаю, Кремль это сегодня тоже очень четко понял. Это первое. То есть Россия проиграла уже в этом вопросе. Она должна будет признать, что Украина останется как государство. Каким? Нейтральным, не нейтральным. В НАТО, в Евросоюзе это уже вопрос обсуждения переговоров. Второе. Всем совершенно понятно, что Россия, ну были так сказать, три кита, на которых Владимир Путин строил свое президентство, свое лидерство, что называется. Это создание России как мировая энергетическая держава. Второе. Это развитие так называемого русского мира. Глобального. И третье, это то, что Россия защищена буферными зонами от НАТО, так называемого, в которой это джупил НАТО, который все хочет напасть на бедную Россию. Хотя очень интересно, да, за 50 лет после Второй мировой единственная страна, с которой реально воевал Советский Союз, то есть советские солдаты стреляли в солдат другой стороны, это было не НАТО, это были не НАТОвские солдаты, не американские солдаты, это были китайские солдаты. Как я напомню, остров Даманские, да, там на территории Казахстана были нападения, это был Китай. И Советский Союз, кстати, на границе с Китаем. Жала на школь. Что? Жала на школь. Жала на школь, совершенно верно. Так вот, Советский Союз во времена своего даже расцвета, он держал на китайской границе 48 мотострелковых дивизий, 11 танковых дивизий и 5 отдельных воздушных армий. Это было в два раза больше, чем это было в западной группе войск. Это так, на минуточку, про угрозу НАТО, скажем так. Так вот, с точки зрения буферных зон защиты от НАТО, Владимир Путин проиграл и здесь. В итоге он чего добился-то за два с половиной года своей войны в Украине? У него НАТО в 150 километрах от Санкт-Петербурга. Финляндия традиционно нейтральная страна. И Швеция, кстати, которая, сколько, 300-200 лет она была нейтральной, стали членами НАТО. Более того, в 250 лет уже, по-моему, Екатерина II, это постоянные войны с Турцией. По-моему, промежуток между русско-турецкими войнами, он там менее 20 лет. То есть, более 13 или 15 войн было с Турцией, у России. Все ради чего? Чтобы Турция не вышла в Закавказье, в Кавказ, не вышла к берегам Каспийского моря. А сегодня Турция уже присутствует в Азербайджане, Турция на берегах Каспийского моря. То есть, для Америки Россия проиграла по всем статьям. Вот, понимание? Понятная точка зрения, то есть, ваша личная, она совпадает, да, вот с этой. Я единственное здесь, знаете, некое неупущение, вижу такое слабое место. Вот, этот сценарий предполагает, что Путин не пойдет дальше, не захочет дальше идти, и что он не применит ядерное оружие. Вадим Николаевич, вот забудем про демократов и республиканцев. Генерал Милей, знакомый вам, который до недавнего времени, до прошлого года, был начальником комитета объединенных сторон, армии США. Так он же, это же он сказал тоже. Он еще в ноябре 2022, после удачного наступления украинцев, когда они отбросили российские войска от Харькова, вернули Херсон, вышли к Днепру. Он же тогда сказал, это идеальный момент, окно для мира, заключение для начала переговоров, мирных переговоров. Ловите момент, он сказал. И он дальше сказал, что да, конечно, есть желание двигаться дальше, но оно будет возможно только при полном демонтаже российской армии, развале российской армии. Но с учетом того, что Россия является ядерной державой, это колоссально поднимает ставки и накладывает на нас дополнительную ответственность по контролю за эскалацией этого конфликта. Это сказал американский генерал, который на тот момент, по сути, руководил всей компанией поддержки Украины и, понятно, обмен данными и прочими вещами с украинской армией. Это здравомыслящая оценка реалиста, военного реалиста. Можно говорить долго про то, что там изменение границ, изменение границ, наличие ядерного оружия является существенным нюансом в данном конфликте. Поэтому любое активное продвижение ВСУ в сторону российской границы, включая возврат Крыма, да, по совести он должен был вернуться в Украину, но все понимают, что именно вот этот вопрос, в случае такой активности украинский поиск, украинской армии, именно это является красной линией, которая может привести к применению тактического ядерного оружия. С дальнейшей эскалации до применения возможностратегических ядерных сил. Об этом, кстати, я могу дать ссылку, то, что Wall Street Journal, был слив через Wall Street Journal, потому что Салливан еще тоже, после вот этого успешного наступления украинского, Салливан встречался с помощником президента Путина Ушаковым, а потом встречался со своим прямым визави, на тот момент представителем России это называется как представитель Совета Безопасности, кажется. Ну а Салливан, вы знаете, является главным советником по национальной безопасности президента США. Обсуждался именно этот вопрос, применение ядерного оружия. То есть, запад в Америке, по крайней мере, смирился с тем, что Украина потеряла Крым. Да. И готов смириться, что огромный кусок территории также отойдет к России. Понимаете, в Америке никто не ставит так вопрос, потому что в Америке привыкли думать вообще на Западе. В принципе, история противостояния Советским Союзам, она же показала многие вещи, что время играет на стороне справедливости. При Балтийской республике 50 лет нахождения в составе Советского Союза не признавались на Западе как часть СССР, как часть Советского Союза. Это никоим образом не мешало выстраивать отношения с Советским Союзом и не переходить красную черту ядерного противостояния, которое могло быть. Ну, две крупнейших державы сидели друг друга, держали на мушке, ядерной мушке. Поэтому Запад мыслит такими категориями. Временно, это будут называться временно оккупированные территории, которые никто за Россией признавать не будет. Санкции по этому вопросу никто снимать не будет. Такой подвешенный вопрос. Ну, как еще раз говорю, как существуют Южные и Северные Кореи. У меня же 70 лет не существует мирного договора. Для меня вот, по крайней мере, более или менее ясно одно, что все стороны здесь объявят себя победителями. И Россия, и Украина, и Запад. Но почему-то мне с тревогой кажется, что вот Путин свой рессентимент перенесет на Северные области Казахстана. Я здесь с вами не соглашусь. Я считаю, что такая угроза существовала еще до прошлого года, скажем так. Сегодня я эту угрозу не вижу, в каком плане. Это не очень позитивный фактор для Казахстана, скажу честно. Но, тем не менее, я думаю, что у Путин уже нет настолько ресурсов, сил, а главное, геополитических возможностей совершить. Потому что вступает фактор Китая. Это основной фактор, который существует в 21 веке. О Китае как-нибудь отдельно поговорим. Тимур Борисович, сменим пластинку. Скажите, пожалуйста, правда ли, что демократы в США контролируют системные СМИ, практически все, и даже процесс голосования? Я ссылаюсь, опять-таки, на мнение Иларионова. Про СМИ, да. То, что называется медийный мейнстрим. Это то, что известные газеты. Ну, есть правый мейнстрим, понятно, но эти средства массовой информации не столь на слуху у международной аудитории, как те средства массовой информации, которые контролируются, безусловно, контролируются демократической партией. Это начинается, что мы говорили, Вашингтон-Пост. Кстати, Вашингтон-Пост, вы же помните, еще Гувер, который 48 лет возглавлял FBI, Вашингтон-Пост называл газетой правды на потамаке, потому что это левая демократическая газета, которая очень любит социалистические нарративы, вплоть до коммунистических. Нью-Йорк Таймс, кстати, ничем особо в этом отношении. Там больше такой центристский либерализм, но тем не менее. Кстати, во времена Фрэнклира Рузвельта, который был большим сторонником и поклонником товарища Сталина, Нью-Йорк Таймс в 30-е годы при нем опубликовывался в серии репортажей про то, как Советский Союз процветает, развивается при социализме. Товарища Сталина, значит, это была такая отсылка. Какой замечательный социализм, какой замечательный режим построили в Советском Союзе, что люди все... Я другой страны такой не знаю, где-то гордо дышит человек. Такое тут Нью-Йорк... Это общее название репортажа Нью-Йорк Таймс. За которые Нью-Йорк Таймс получил Пуллицера. Да, что это серьезно. Серьезно. И отказался от этого Пуллицера только в 2004 году под давлением общественности. Это исторический факт. Так вот, эти леводемократические, леволиберальные медийные ресурсы, да, конечно, они по сути... Это не контроль, как газета ЦК КПСС, печатный орган ЦК КПСС. Нет. Это, конечно, не в такой форме выглядит. Но это, скажем так, идеологическая основа, идеологическая база, идеологическое родство. Большинство журналистов, которые пишут в этой газете, они совпадают с партийной повесткой демократической партии. Как правило, есть определенные моменты, когда журналисты встают на объективные позиции. Безусловно, есть. Есть даже, когда они критикуют лидеров-демократов, вспоминая, что они четвертая власть, как минимум. Но, тем не менее, в массе своей эти газеты, Washington Post, New York Times, CNN, MSNBC, телерадиовещательные каналы, да, которые поддерживают демократическую партию. Это безусловно. Насчет выборов, ну, не соглашусь. Не соглашусь. Чтобы делать такие утверждения, я думаю, нужны конкретные факты. А вот, скажите, у Трампа были основания обвинять Байдена в фальсификации выборов? Я скажу так, что оснований обвинять, я думаю, у него не было. У него были основания задавать вопросы. И здесь, кстати, насчет выборов 2020 года, знаете, для меня давно все ясно. Я считаю, что Трамп проиграл объективно. Но волнения были вызваны, знаете, чем? Потому что собранные данные, которые действительно наталкивали на вопросы, возникали вопросы, они снимались очень просто. Тогда, кстати, советник сенатского комитета от республиканцев один, он сказал, что все это просто, это надо просто начать элементарное прокурорское расследование, хотя бы по одному случаю. Волнение, вы имеете в виду штурм Капитолия? Нет, не Капитолия, то, что привело к Капитолию. Что, что привело к Капитолию. А чтобы этот вопрос снять, надо было просто начать прокурорское расследование. Ну, вспомните, смотрите, Трамп побеждает в 16-м году, я для примера просто приведу. На тот момент палата представителей и сенат контролируются республиканской партией. Но демократы изящно выбрасывают историю про связь с русскими, русский след, так называемый, Russian Collusion. И республиканцы же не противятся. Они говорят, для объективности вопроса, чтобы были сняты все сомнения, мы назначаем спецпрокурора Мюллера. Две палаты спокойно могли заблокировать эту инициативу демократов. Но республиканцы пошли на это, чтобы не было вопросов, вот вам прокурор, вот следственная группа, которая проведет полное объективное разбирательство. Какие проблемы было создать такую же группу по вопросам, которые озвучивали вот эти республиканские группы? Что вот там здесь украдены выборы, здесь какие-то вбросы непонятные. Ну, там реально приводили истории, я не знаю, не могу сказать, насколько они были реалистичны, но тем не менее. Истории эти были, да? Ну, провести расследование же никакого труда не составило. Вот именно упорство не проводить эти расследования, они вызвали эту ажиотацию в обществе. Это первое. Второе. Капитолийские события 6 января, то, что произошло в Капитолии, Вашингтоне, я считаю, это определенная проблема самих республиканцев. Что мешало Майку Пенсу? Вице-президенту на тот момент, который должен был утвердить окончательно. Решение выборщиков, да? Которое приводило Джо Байдена в овальный кабинет Белого дома. Что мешало Маконеллу? Это лидер сенатского большинства на тот момент. Да? Выйти к этим людям, которые подошли к Капитолию, это их электорат. Это их электорат, это республиканский электорат. Выйти всем республиканским сенаторам и успокоить людей. Вместо этого они почему-то вместе с демократами, у которых было, наверное, основание чего-то опасаться, так называемой народной толпы, но они вместе с ними взяли и эвакуировались из Капитолия. То есть от своего же электората убежали. Для меня этот момент был непонятен, если честно. У меня столько коннотаций с Кантаром и с Алматинским Акиматом. Возможно, да, возможно. Но, кстати, вот почему вот этот съезд, который сейчас прошел в Милой Орке, почему, я говорю, он был очень важен именно для внутриреспубликанской аудитории больше. Потому что с того же момента начались в партии огромные вопросы, именно в партии шли разговоры и разлад партии, почему республиканцы предали самих же республиканцев. И позволили потом этим судам происходить и прочим вещам. Кстати, вы знаете, сейчас решение Верховного суда для многих в плюс пошло. В общем, ладно, это отдельная тема. Тимур Борисович, вот когда Трамп победил, тогда большую роль сыграли социальные сети, в частности Twitter, где у него на тот год было, по-моему, 25 миллионов подписчиков. А вот могут ли соцсети сейчас уравнять, вот, уравновесить, что ли, влияние на умы избирателей, учитывая в том числе тот факт, что Трампа поддерживает Илон Маск, ну, который обещал жертвовать там каждый месяц, по-моему, 45 миллионов долларов и стал владельцем соцсети X, бывший Twitter. Ну, как в любой стране, социальные сети, безусловно, влияют. Добавим хекс, что у Трампа есть своя социальная сеть, да, поэтому влияние социальных сетей, безусловно, но при этом демократов поддерживает Facebook, который по мировому рейтингу номер один по аудитории, 3 с чем-то миллиардов человек, по-моему. Понятно, что подключаются YouTube и прочие TikTok, которые пока еще действуют на территории США, которые однозначно поддерживают контент демократов. Поэтому я здесь думаю, считаю, что здесь как раз-таки силы уравновешены. Здесь справедливая борьба. Тимур Боисович, напоследок пару личных вопросов, если позволите. Вот ваше общение с американским эстеблишментом не ограничивается только селфи с крупными деятелями. Я еще видел у вас в ленте фотку с Бушем-младшим. В свое время вы играли в гольф с легендарным Збигневым Бжезинским, советником по национальной безопасности, аж под администрацией президента Джимми Картера. Это 76-й, 81-й, если мне не врет склероз. И я, работая в Форбс-Казахстан, годков 10 назад, несколько лет просил вас сделать с ним интервью. Но тщетно. И, увы, в 17-м году он умер в возрасте 90 лет. Плюс вы являетесь донором республиканской партии. Вот первый вопрос. Как вы попали в эти империи? В Америке это вообще несложно. Я вам скажу, знаете, вы когда проходите процесс натурализации в США, начиная с получения грин-карты, так называемой, вам дают такую памятку. Официальная памятка из Госдепа приходит к вам по почте, где сказано, что участие активное в демократическом процессе, который подразумевает прежде всего выборы. В грин-карте человек с видом на жизнь не имеет права участвовать в выборах, то есть именно голосовать. Участвовать в политической жизни не имеет права полное. А гражданин обязан участвовать в политической жизни страны. И это обязательство, это не право, это обязанность участвовать в выборах. Еще раз. Нашим начальникам не гражданин имеет право быть активистом. В том числе политическим, да? Более того, там написано, что вы должны быть активны. А гражданин обязан заниматься этим, да? Две основные обязанности гражданина Соединенных Штатов Америки – это участвовать в выборах и участвовать в жюри судебного разбирательства, если вас назначают в жюри. Это две обязанности, от которых вы не имеете права отказаться. Ну, второе-то у нас есть, что мы недавно увидели. Да. Так, а какие на самые высокие орбиты? Так вот, когда вы только приезжаете в США, вам говорят, что вы должны быть политически активны. Вы должны быть политически активны, вы обязаны. То есть, начиная с HOA, это КСК. Вот где на самом деле настоящие демократические страсти разгораются. У каждого дома в Америке такие там страсти, тем не менее. Которые дальше страполируются на всю политическую жизнь страны. Более того, ты когда начинаешь заниматься бизнесом в Америке, ты понимаешь, что многие вещи тебя могут не устраивать. Ну, там где-то налоги, где-то регуляции государственные. Но система тебе дает возможность влиять на изменение ситуации через выборный процесс. Это первое. То есть, ты можешь голосовать, ты можешь голосовать за того или иного политика, который более соответствует твоему мировоззрению и твоим пожеланиям. Это первое. Второе. Ты приходишь к мысли, если я имею право голосовать. Ну, голосовать это такое достаточно пассивное тоже поведение. Пришел в день выборов, проголосовал, сверил повестки, выбрал более подходящую тебе, проголосовал. Но если ты можешь голосовать, а почему не принимать участие в формировании уже этой политики? Тем более, система тебе это позволяет и тебя к этому мотивирует полностью. Ну, вот как у вас было, расскажите. У нас было, у меня было это упросто. У меня, получается, мы в Америку, я в Америку уже более постоянно, у меня супруга давно находилась по медицинским показаниям. Когда я приехал и начал заниматься бизнесом, а это была именно каденция, вторая каденция Барака Обамы, меня очень многие вещи начали смущать и, скажем так, вызывать вопрос. Это 2012 год, да? Да, это 2013-2014 год. То есть, вы приехали на ПМЖ? Я приехал на ПМЖ, да. С 2012 года, а с 2013, да, это уже было ПМЖ. И многие вопросы в процессе моей деловой активности у меня, просто потому что бюрократия в Америке, она, знаете, она порой очень-очень начинает напоминать такие советские времена. Принеси бумажку, что тебе нужна бумажка, а без бумажки ты не человек. В общем, такие все моменты. Есть такие моменты. Особенно в демократических штатах, я подчеркиваю. У меня первый проект крупный был в Нью-Йорке. И в Нью-Йорке, когда вы по этому говорят, что Трамп там ничего не соображает и ничего там делать не умеет и прочее-прочее, я говорю, вы слышите, человек стал успешным бизнесменом на Манхэттене. Вот вы для начала ларек цветочный откройте на Манхэттене. Я посмотрю на вас, какие качества бойцовские вы должны проявить, чтобы выжить с ларьком на Манхэттене. А у него был на минуточку не ларьки, да, у него крупные девелоперские проекты, ну и все такое прочее. Это заставляет тебя задумываться. А доколе? Доколе ты будешь платить, но есть, я считаю, что налоги каждый человек должен платить, но есть налоги справедливые, а есть налоги, которые убивают. Которые демотивируют полностью занятия, к чему, кстати, в странах Европы, да, вот пришло, во многих странах, что огромные налоги просто убивают людей, у людей желание заниматься вообще чем. Порой в Америке, я лучше не говорю про Европу, выгоднее быть официально нищим, официально безработным, чем вообще что-то делать. Это вызывает вопросы, потому что это немного противоречит тому пониманию американской мечты, которая всегда была. Но американская мечта, работай усердно и все у тебя будет, да, ты всего достигнешь. Страна больших равных возможностей, возможностей. А когда равные возможности начинают подменять принципам равного распределения, это уже, извините, не Америка. Это вот тот самый какой-то суррогат Советского Союза, непонятно с чем смешан. И вот это вызывало у меня отторжение. И когда в 16-м году пошла Хиллари Клинтон, причем она пошла именно по вот этой же повестке, продолжение повестки Барака Обамы. А Барак Обама, это не мое мнение, это социология американская говорит, что он там за последние 100 лет был самым левым президентом. Я не веду левым с точки зрения сектора политического. Самым левым, который попытался Америке навязать вот эту социал-демократическую повестку, радикально левую, я бы сказал. Это вызвало вот это вот отторжение у многих людей. Почему, кстати, Трамп победил? Он же прав, когда он отвечает на вопросы, почему он победил с 16-го года. Он говорит, не было бы Обамы, не было бы меня. Это был ответ Америки на левый уклон товарища Обамы. После товарища Обамы маятник политический пошел вправо. У меня возникла такая возможность присоединиться к этому движению, стать активным участником. В каком плане? Я супруге своей сказал, если победит Хиллари Клинтон с вот этой повесткой, которую она озвучивала, я ей сказал, ты меня извини, конечно, но, наверное, мы в Соединенных Штатах жить уже не сможем. В смысле, она должна была супруга остаться, потому что, еще раз говорю, по медицинским показаниям. А я сказал, я буду вынужден отсюда выводить свой бизнес, потому что там в Мексику, я не знаю, что ближайшее есть. Потому что делать бизнес при такой политической повестке будет просто невозможно. На что мне супруга сказала, все, успокойся, я подключаюсь. И, кстати, она же сделала, по нашим понятиям, большую политическую карьеру. Лет 8 назад вы писали в Фейсбуке, что она стала членом Национального комитета Республиканской партии. А что это за такой институт? Я бы сказал, что она сделала политическую карьеру. Политическая карьера, это если человек становится конгрессменом, сенатором, мэром, то есть проходит горнило выборов. Только это в Америке можно считать политической карьерой. Она сделала определенную функционерскую карьеру, я бы сказал так. Да, в партии. Да, внутри партии. РНС это Республиканский национальный комитет, это такое ЦК, ЦК партии, но не в прямом понимании как ЦК. Он не является указующим органом партии. Это аналитический центр, скорее, это финансовый центр, который занимается сбором средств и формированием фондов Республиканской партии. И это такой совет адвайзеров для президента и для администрации, который как раз и занимается сбором общественного мнения. Совет. Формирование. Да, то есть это вот такой оргкомитет, скажем так. Вот тогда, 8 лет назад, вы не применули похвастаться этим, но на открест отказались называть имя жены. Скажите, пожалуйста, почему и изменилась ли ситуация сейчас? Сможете ли сейчас назвать? Я никогда не скрывал, что я имею в виду жены, я просто не люблю лично выносить на общественное обозрение. Если вы заметили, как говорите, что вы читаете мой Facebook, я никогда не про дочь не рассказываю, хотя она у меня не менее успешная американка сегодня, как и моя жена. Очень редко я видел, просто. Так, поэтому я как бы не считаю нужным пускать в свою личную жизнь взгляд со стороны. А секретов моей супруги нет, ее зовут Айнур, она родом из Караганды, то есть такой ортодоксальная казашка, я бы сказал, в этом плане. Поэтому здесь никаких секретов. Тимур Борисович, вы донор республиканской партии. А что это за система? Это же легальная система, да? Конечно. Партирного донорства. Как она устроена? Как люди становятся донорами? И какие имеют с этого ништяки? Люди становятся донорами по желанию. Это основной источник финансирования партии. В американских партиях, в основных, в демократической, в республиканской, нет партийных взносов, как в свое время были КПСС. Это все по желанию людей. Донором вы можете стать донором с перечислить 5 долларов. В компанию какого-то кандидата, либо на финансовый, на банковский счет той же республиканской партии, комитета республиканской партии. С этого начинается донорство, а дальше больше. Но я скажу, что федеральное законодательство ограничивает прямое участие. То есть вы кандидату, именно кандидату, можете пожертвовать не более 3000 долларов конкретному кандидату в один электоральный цикл. Один раз. Ну, один раз. Но вы можете пожертвовать гораздо больше, там, 40 тысяч на партию. Вы можете дальше пожертвовать на определенные вещи. И вы можете жертвовать, и компании могут подключаться к политическому процессу после 2010 года, когда было принято решение о легализации так называемых суперпек. Это суперпеки, это комитеты политических действий, расшифровываются. А были созданы суперпеки, когда компании и профсоюзы потребовали от верховного суда принять решение, то есть они подали иск против федерального законодательства, которое ограничивало их участие в выборном процессе, они сказали, что таким образом нарушается первая поправка Конституции. Что крупные корпорации и профсоюзы имеют тоже право участвовать в политической жизни страны. И Верховный суд принял. А вот вы жертвуете как физическое лицо или как компания? Я жертвую по разным каналам. Я причастен, участвую в организации одного суперпека, который работает. И поэтому я жертвую как физическое лицо и от компании. А вот это мероприятие, которое состоялось до покушения, из которого мы начали эту беседу, оно уже было закрытое, да? Да. И туда входят доноры. То есть это некий уже высокий уровень, да, донорства? По какому принципу вот отбирали этих доноров? Ну, знаете, здесь больше смотрят не на то, сколько ты внес. Потому что если смотреть, кто как внес, там многие вещи такие, я говорю, идут от корпораций, которые сложно проследить. Здесь больше от того, насколько ты активен в каких-то моментах. Ну что ж, Тимур Борисович, в одном интервью всего не охватишь. Я очень надеюсь, что наша встреча не последняя. Спасибо вам за этот разговор. Спасибо вам, Вадим Николаевич. Всего доброго. Всего доброго. А вы, уважаемые зрители и слушатели, подписывайтесь на Facebook нашего гостя Тимура Сейт-Муратова. Ссылку я оставлю внизу в описании. Не забывайте канал Гиперборей. Давайте уже за ближайшие месяцы достигнем 700 тысяч подписчиков. Нажимайте на колокольчик, будете неизменно получать уведомления о каждом нашем новом выпуске. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты. И всегда в конце каждого выпуска я благодарю вас за поддержку нашего канала, которому в августе исполняется 5 лет. Копко Прохмет, огромное всем спасибо. Безбергевиз, мы делаем Гиперборей вместе. Донат можно послать через QR-код в углу вашего монитора, а также на номер телефона и номера банковской карт Халык и Каспий Голд, которые вы видите на мониторе. Я их повторю внизу в описании к этому ролику, и там вы найдете все ссылки, номера и реквизиты. А зарубежные подписчики нас поддерживают по системе перевода в PayPal. На этом я с вами ненадолго прощаюсь. Саубуламздар! А ну давай, давай, скорей, оцени новый выпуск на Гиперборей. Грей, 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 Гиперборей, грей, грей, грей. Это супер! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...